По традиции на Новый год в каждом доме накрывается праздничный стол. Меню зачастую составляется заранее. Ассортимент товаров в магазинах позволяет готовить разнообразные блюда на любой вкус. Как не испортить праздник пищевым отравлением, узнавала Зарина Удба. На Новый год готовится множество вкусных блюд. И в большинстве случаев число пищевых отравлений увеличивается именно в праздничные дни. Причина употребления остатков пищи, хранящихся в холодильнике, более двух-трех дней. Особенно это касается мясных, рыбных продуктов и салатов, заправленных майонезом. Как не получить отравление, рассказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области. При покупке продуктов питания обращайте внимание на целостность упаковки, дату изготовления, срок годности и условия хранения. Храните продукты по указанным на упаковке и рекомендациям производителя. Блюда готовьте только из свежих продуктов. Овощи для салатов необходимо варить накануне вечером, охлаждать, хранить в холодильнике и шинковать до начала мероприятия за два часа. Заправлять перед подачей, желательно, растительными маслами. Кондитерские изделия, кремовые торты не ставьте в комнате заранее. Соблюдайте температурный режим при хранении. После праздников выбрасывайте остатки из карапочи всей пищи. Соблюдайте температурный режим хранения готовых блюд. Также, чтобы избежать отравления, эксперты рекомендуют не приобретать пищевую продукцию, особенно маринады в местах неустановленной торговли или через непроверенных онлайн-продавцов. Тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды перед употреблением под проточной водой. Для детей лучше составить детское меню с простым составом. Мы поинтересовались у горожан, как они готовят праздничный стол. Свежие продукты обязательно должны быть. На следующий день не есть салаты, нужно, если там, например, однодневные, нужно обязательно их аккуратно в контейнер положить, а на следующий день там нельзя кушать, нельзя оставлять на несколько дней. Например, праздники уже будут 4 дня, за эти 4 дня не нужно кушать старые со стола еды. Лучше их выбросить. Есть традиционные блюда, которые мы готовим. Их и будем готовить. На Новый год – отдельно, на Новый год – другой. Нужно мыть руки, выбирать правильные, свежие продукты. Обращать внимание на срок годности продуктов. Также кушать все в свежем виде. Эксперты предупреждают, что симптомы отравления появляются острым. Повышением температуры, жидким стулом, болями в животе. Могут быть также тошнота и рвота. В таких случаях необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.